Всем привет! И сегодня будет видео о сборах сумки в роддом. Сумку я сегодня окончательно собрала и готова вам ее показать. Купила я одноразовые баночки, в которых можно перелить свои средства. Хоть и предоставляют в госпиталь средства и для меня, и для малыша, все-таки мне комфортнее пользоваться своими, поэтому я все перелила в баночки. Шампунь, кондиционер, гель для интимной гигиены, гель для душа, лосьон для тела детский, потому что детским могу пользоваться и я, и ребеночек. Да, я забыла упомянуть, что нахождение в госпитале здесь при обычных нормальных родах 48 часов. Я думаю, что в душ я за это время схожу, наверное, один, но максимум два раза, и данного количества продуктов мне вполне хватит. Следующая у меня косметичка моя. Здесь расческа, изодорант с резиночками, антибактериальный гель для рук. На всякий случай, когда будем ехать домой, если ребеночка переодеть, в госпитале стоят автоматы везде с таким гелем для рук, без запаха, безо всего. Но я решила взять свой, на всякий случай. Зубная паста маленькая. Крем для лица обязательно в миниатюре. Очень жирный крем для лица, кожа во время родов, говорят многие, очень сохнет. Для этого же гигиеничка. Во время родов очень сохнут губы. Ну и с косметики я взяла пока что тушь и консилер. Прямо сейчас я решила добавить к своей косметике палетку от Dior. Палетка для глаз. Здесь есть воздух для бровей цветной. Подводка для глаз. Тени. В общем, все, что надо для макияжа. Пусть это лежит в косметичке. Не знаю, буду я этим пользоваться в госпитале, не буду. Но на всякий случай пусть лежит. Следующая зубная щетка обязательно. Дальше с косметикой у меня с собой еще привезены из Москвы патчи под глаза. От отеков, от темных кругов под глазами. Потому что, скорее всего, выглядеть я буду уставшей, как минимум, после родов. И надеюсь, это мне поможет привести лицо в порядок. Дальше у меня идет такая косметичка со всякими гигиеническими принадлежностями. Здесь немножко памперсов на путь домой. Прокладки ночные, толстые. Самый большой размер капелек. Прокладки на грудь. Тоже потолще, потоньше какие подойдут. Если что-то будет не хватать, кто-то обязательно подвезет. Но, в принципе, это все предоставляет в госпиталь. На всякий случай я решила перестраховаться, взять свое. Ну и обязательно я с собой кладу зарядку для телефонов. Куда без зарядки для телефонов? Я думаю, снимать влог, если получится. Звонить родным и близким. Просто, чтобы телефон был всегда заряженный. Сразу кладу зарядку. Я отмыла свои тапочки. Кладу и в госпиталь. Потому что, если я их забуду или потеряю, мне их будет не жалко. Себе я уже купила новые. Следующая идет одежда. Взяла я теплые носки. Купила такие махровые. Мне девочки посоветовали. Сказали, что после родов, особенно после эпидуральной анестезии, очень часто морозит, холодит. И поскольку здесь везде всегда работают кондиционеры, а одеяло здесь, скорее всего, хлопчаток бумажный тонкий, то ночью может быть холодно. Да и после родов просто. На всякий случай согреться носочки теплые. Следующая, я так красиво это все завязала. У меня сверху здесь лежит нижнее белье моё. Два листчика для кормления. Ну и само нижнее белье. Халатик и ночная рубашка. Ночную рубашку я взяла размера L, потому что лучше она мне будет велика, чем она мне будет мала. Сейчас она на меня нарезает, абсолютно комфортно. И что мне было важно, что она на пуговичках, что я смогу в ней кормить малыша. Госпиталь предоставляет свои ночные рубашки, вот эти вот халаты, но в своем все-таки комфортнее и лучше, и как-то по-домашнему ощущается. Дальше халатики я взяла тоже хлопчаток бумажный, тепленький, с капюшончиком. Ночнушку и халатики я купила в магазине Forever Quanty One. С длинными рукавами, с пояском. Ну и последнее, что у меня здесь лежит, это вещи для малыша. Две пары царапок своих, две пары носочков. Идет одежда. Я взяла один слип размера Newborn. Если он у нас небольшой родится, дальше размера Newborn. Также идет костюмчик с лисичками. Я вам показывала, здесь, значит, вот такой вот человечек. Шапочка. У человечка закрываются ручки тоже. Из этого же комплекта штанишки и бодик с лисичками. Тоже размеры Newborn. Дальше от 0 до 3 месяцев размер у нас идет вот такой вот бодик. Это если мы покрупнее родимся, с шапочкой. И просто белый бодик размера тоже от 0 до 3 месяцев. И, конечно же, я взяла одеялко недавно купленное, чтобы везти малыша домой, в машине, чтобы ему не было холодно. Одеяло всегда можно снять, всегда можно одеть. Пусть будет свое, родное, с детства пахнуть домом. Вот такой вот набор вещей я возьму с собой в роддом. Мне было очень приятно это все собирать. Это очень приятные хлопоты, что скоро-скоро появится наш малыш на свет. Поэтому я готова. Остается только ждать. Спасибо большое за просмотр. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч. Пока-пока. Я хочу прочесть вам то, что мне дал госпиталь. Что они предоставляют и что они советуют взять с собой. Для ребенка предоставляются подгузники, влажные салфетки, крем, одежда и шапочка для использования только в госпитале, одеяло для использования в госпитале, детское питание для тех, кто не будет кормить Грузию, варежки, царапки, как у нас называются, и соска. Просит с собой взять детскую одежду и одеяло для того, чтобы ехать домой. Для матери предоставляется ночная рубашка больничная, которая, знаете, в фильмах показывают, на попе завязывается, носки, женские влажные салфетки, прокладки послеродовые, одноразовые трусы, гель для душа, шампунь, одеяло, подушки. И также предоставляется молокоотсос для использования только в госпитале. Рекомендуется взять с собой тапочки, шампунь и кондиционер, если вы хотите свой, фен, халат, расческа, зубная щетка, зубная паста. Если кому интересно, как выглядит моя сумка, сумку на самом деле я еще не купила, но я ее уже выбрала, но если не успею ее доставить или я ее не успею купить, поеду уже с этим. Это просто пакет из магазина обуви, который вмещает в себя все, что мне надо. Но мне кажется, для использования в госпитале подойдет, на крайний случай.